Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, Отец Назарий. В прошлой нашей передаче мы начали разбор молитвы преподобного Ефрема Сирина. И сегодня хотелось бы продолжить разбор этой молитвы. И в этом нам поможет сегодняшний наш гость, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Знамения, села Черноречия, Отец Павел Садиков. Отец Павел, здравствуйте! Здравствуйте, Отец Назарий, здравствуйте, дорогие наши телезрители. Продолжаем, да? Разбор молитвы. Отец Павел, у нас в прошлый раз получилась интересная беседа с таким уклоном в том числе в психологию, в физиологию, с уклоном в семейные отношения. Ну, потому что, на самом деле, этот момент тоже важный, потому что многие из наших телезрителей, и у многих христиан у нас есть семьи, у нас есть жены, дети. И действительно то, как во время в том числе поста научиться работе духовной, и при этом иметь мир в семье, и любовь, самое главное, о чем мы говорим, это действительно очень важный пункт нашей духовной жизни. И вот в прошлый раз мы с вами разобрали первую часть молитвы, сегодня хотелось бы разобрать оставшиеся две части молитвы. Я надеюсь, что нам времени хватит. Вот у нас вторая часть молитвы звучит так. «Дух же целомудрие, смиренномудрие, терпение и любве даруйми рабу твоему». Что такое целомудрие, батюшка? Что такое целомудрие? Это очень крутой вопрос. Потому что опять вопрос в терминах. Опять к терминам. Ну, если расшифровать целомудрие, прям вот как оно есть, это мудрость целостного человека. А где мы видели целостного человека после грехопадения Адам и Ем? Где мы его видели? У нас прекрасная-прекрасная басня Крылова, да? Как лебедь, рак и щука, помните, да? Так вот, человеческое естество похоже на вот этих трех животных. Лебедь, то есть ум, дух, там, как угодно, да? Он тянет в облака, он говорит, «Так делать нельзя, надо Богу верить, надо Богу молиться, но все равно ведь в храм надо ходить». Ну и прочие, да, правильные вещи. А рак пятится назад. Это наше сердце, которое избалованное, которое любит греховную жизнь. Он говорит, «Нет, айда снова, айда снова выпьем, айда футбик посмотрим, плевать на этих наших ближних там домашних, надо вот это самое, да? А воля, что такое воля? Щука. Как щука плывет? Вот она и то к духу, то к сердцу, то к уму, то к сердцу, заполненному страстями и грехами. Вот, вот целый, где здесь целостный человек. Поэтому целостное мудрование – это вообще-то верх добродетели, это цель, это выздоровление наше, да? Вот, все целое. Ну вот, это и цель не только поста, это цель всей жизни. Поэтому дух целомудрия. Кто-то понимает очень узко эти вещи, что это дух полового воздержания, плотского воздержания, сексуального воздержания, как угодно скажем, да? Вот. Но это вообще-то совсем другое. Совсем другое. Ну вот. Хорошо, батюшка. Дальше мы просим, чтобы Господь даровал нам смиренно-мудрие. Что такое смиренно-мудрие? И опять же, да, в терминах. Но это все равно очень важно. И отличается ли оно чем-то от смирения? Или, может быть, является его частью? Я считаю, что сильно отличается от смирения. Потому что смирение что такое? Вообще смирение, опять же, что за слово? Например, очень часто в Псалтире можно встретить, да и вообще в Ветхом Завете, что смирение – это унижение. Да и в Новом Завете это, да, смирение равно унижение. А опять же, в той же Псалтире «смирикся и спаси меня». Что значит «смирикся»? То есть «унизился и спас меня»? Что-то странное. То есть, ну давайте тогда все пойдем, будем нанимать людей, которые будут нас поливать грязью. Может, за это нас Господь спасет. Хотя некоторые святые так делали, Бочко. В житиях мы знаем, что даже платили специально, чтобы о них оскорбляли. Да, прекрасный пример. Опыт есть, да. Но этот опыт, опять же, ведь не для всех, иначе этот опыт был бы, да. Ну как вот Великий пост у нас же вошел в традицию всеобщего соблюдения. Так же и это вошло бы в традицию подготовки к причастию, например. Да, 10 дней тебя унижают, а потом ты вот идешь, ну этого же нет, нет. Ну вот. Почему? Что за смирение? О чем мы, кстати, об этом говорили, да, на первой нашей встрече. Так упоминали, что смирение. Вот это вот смирение, оно в разных обстоятельствах разное. Ну, например, смирение начальника отличается от смирения подчиненного? Конечно, отличается. Потому что у начальника есть обязанность выдрать подчиненного, если он совершил что-то не то. Наказать его как-то, призвать к ответственности и так далее, тому подобное. Дать ему волшебную пендаль, если он, как говорится, задремал, да, задремавший, седший на коне, там что-то такое. Это его обязанность. А если он будет говорить, да, я, он, конечно, плохо поступил, «Ну я ведь еще хуже, и все вот это будет спускать на тормозах, якобы терпеть». Ну и так далее. Что будет? Фирма разорится. Приход превратится в какой-то бардак с крестиком золотым на куполе. Вот во что превратится. Любая организация, семья. Если мама будет говорить, «Ой, да, сыночка, вот он там, конечно, неправ, но я еще хуже». А сын уже давно наркоман и сидит. Вот к чему все придет. И я эти примеры встречаю в жизни регулярно. Когда человек, надо ведь видеть только свои грехи, и начинает вот свои только грехи, в упор не замечая грехи второй половины. Мужа, жены, там, неважно. Детей. Все, и там получается разнузданность. И человеку приходится спасать уже жизнь потом свою из такой псевдо-семьи. Вот так. Поэтому смиренно-мудрие в том и заключается. Мудрость правильно смиряться. Правильно, ну как смирение? Это четкое, ясное осознание своего положения. В духовном плане, в обществе, в работе и так далее, в этой реальности. Четкое осознание своего места. Вот это смирение. Каждый говорит, сверчок, знай свой шесток. Вот это вот и есть смирение. Смирение и, соответственно, смиренно-мудрие, да? Когда смирение не безумное, не бездумное, а именно с рассуждением. Вот так. Хорошо, Батюшка. Как научиться терпению и любви? Вот у нас завершающее обращение к Богу в этой молитве. Дух. Мы просим терпения и любви. Ну я, опять же, к практике, я, опять же, с точки зрения нашей обычной жизни, да, об этом поговорю. Ну, скажем так, просто. Есть такой образ. У психологов, кстати, его встретил, но этот образ подтверждается физиологическими процессами в нашем головном мозге. У нас, грубо говоря, в уме, душель, как угодно назови, есть коробочка для негатива. И эта коробочка вмещает ровно столько, сколько она вмещает. И больше не вмещает. Потом, вот стакан, да, если мы будем его наливать, мы дойдем до какого-то уровня, когда вода будет выпирать за стенки стакана, но не будет выливаться. Потом, что происходит, да, капельку капнем, и эта капля будет какой? Последней. Почему последней? Потому что потом, бух, поток. Вот примерно так же с нашими эмоциями. Вот человек терпит, 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 да, а потом последняя капля и, ух, вот. Поэтому дух терпения, дух терпения, это дух разумности. Вот. Надо понять, что у тебя на данном этапе духовного твоего, да, существования, вот определенная вот эта вот коробочка. Она не вмещает много, она вмещает мало. Поэтому, ну, вот был у меня случай. Человек приходит и говорит, я вот, ну, женщина, я, говорит, срываюсь на домашних. После работы прихожу и начинается. Я, говорит, такой не была. Кем работаешь? Парикмахером. Выслушиваешь клиентов? Выслушиваю. Я говорю, а ты что, нанялась бесплатным психологом, что ли, гасить их негатив? Зачем? И вот объяснил ей из точки зрения образов, из точки зрения физиологии и паттернов и так далее. И человек перестал выслушивать. Я же не просто объяснил, я добился нашей долгой беседы. Я добился, в смысле, я просто долго побеседовал. И результат был такой, что человек стал убеждённым в том, что ей не нужно выслушивать клиентов. И поэтому она домой приходит, вот с этой коробочкой, грубо говоря, наполненной наполовину. То есть у неё ещё остаётся силы, остаётся место в этой коробочке, чтобы вот этот бытовой наш негатив, который есть у всех, воспринимать нормально, спокойно. У неё есть куда её складывать. Поэтому дух терпения – это, прежде всего, дух разумности, разумного использования в своей коробочке для негатива. Вот с этой стороны мне бы хотелось рассмотреть. Терпение и любви, да, там ещё? Да, да. Как научиться о любви? А какой именно любви? Христианской. А, христианской. Здесь подразумевается, конечно, что мы просим именно вот дух любви, любви Христовой. Пример, который сам Христос в своей жизни показал нам. Да, прекрасно. Я, опять же, практик, я, опять же, к нашей реальности, действительности. Вот посмотрите, христианская любовь. У нас слово «любовь» обозначает очень много состояний, на самом деле, духовных, душевных и так далее. Если мы обратимся к греческому языку, там всё намного проще и понятнее в этом плане. Есть, например, агапе, агапи, как угодно, любое прочтение, да. Что за агапи? Это любовь, говорят, божественная. А что значит божественная любовь? Прекрасное, встретил объяснение, это прямо вот на одном сайте, другие по-другому объясняли, мне не нравится. Что это любовь полного приятия. Вот это очень хорошо, что подчеркнут вот этот аспект. Любовь полного приятия. Полное приятие может тебе дать только Бог. Мать может дать полное приятие, но всё равно он будет не таким полным, как у Бога. Отец нет. Мы стремимся к этому, но это жалкое подобие любви настоящей. А ведь есть и другие, кстати, вот это вот агапе, которое полное приятие. Оно может быть нехристианским? Почему нет? Когда слепота от этой псевдолюбви застилает глаза, мать принимает полностью своего ребёнка, вместо того, чтобы вовремя его вытащить из плохой компании или как-то пресечь употребление наркотических веществ. Она думает, что он самый-самый лучший, и он на самом деле совершенно безгрешный и так далее и тому подобное. Что это? Мы с вами всё отлично знаем, чем это закончится. Заканчивается это в крайней степени печально. И вот такую любовь христианскую явно не назовешь. Хотя это любовь-приятие. Тот же самый Эрос. Принято, что вроде как бы Эрос – это плоская любовь и всё прочее. Скажите мне, может ли христианская семья, которая прям полноценная семья, обойтись без этой любви? Без Эроса? Каким образом? Каким образом? Вот и получается, что Эрос христианский? Может быть, Эрос нехристианский? Конечно, сколько угодно. Но он может быть и христианский, когда он в рамках закона, в браке и так далее и тому подобное. Пожалуйста. И так с любовью-любовью. Сторга. Любовь родственников. Может быть христианской? Может. А может и не быть христианской. То есть тут нужно, опять же, термин, опять же, понимание, что такое, чего мы ищем, какой любви. Чтобы не мудрствовать лукаво, лучше всё-таки обратиться к цели всех наших подвигов телесных и прочее. Цель какая? Такое стяжание Духа Божий. Дух Божий научит тебя любви правильной. Христианской и АГП и все остальные виды. Всё будет правильно в рамках христианской идеологической концепции. То есть мы можем сказать о том, что вот когда мы молимся о духе терпения и любви, то мы в том числе даём Богу возможность в нашей жизни создать такие условия, в которых мы как раз-таки сможем научиться и терпению, и сможем научиться и любви. Ну или хотя бы познать их отсутствие в нас, и уже тогда, чтобы в нас пробудилось понимание того, к чему нужно стремиться. И, кстати, в этом плане у нас и переход получается к следующей части молитвы, завершающей часть молитвы преподобного Ефрема Сирина, где мы говорим «Ей, Господи, Царю, даруй мне зрите мое прегрешение, и не осуждайте брата моего, якоблагословенный и си во веки веков. Аминь». То есть наше прошение мы просим у Бога «даруй мне зрите мое прегрешение». И здесь вот получается как такая связь, что мы просим у Бога дать нам добродетели, но порой Господь, который, как нам кажется, может быть у нас есть, или мы уже на пути к их приобретению, а Господь нам посылает такие ситуации, где как раз-таки открывается, что у нас на самом деле-то ничего и нет. И мы вот, получается, познаем вот эти свои прегрешения. Насколько важно для христианина, батюшка, познать себя, познать свои грехи и как человеку прийти к этому. Потому что зачастую в миру человека спросишь, да... Заповеди, а он две и то, по книжке. Человек в миру, как правило, не считает себя великим грешником, считает, что я живу правильно, я поступаю правильно, у меня нет никаких проблем. Или, допустим, если человек пожилой в возрасте, он там живет один особо, как бы нет никаких пересечений ни с кем из людей, ну, как бы, чем не грешить? Я вот там живу или же одна или один. Ну да, да. Насколько важно человеку познать свои прегрешения? Свои прегрешения знать, конечно, архиважно, это никто спорить с этим не будет. Но, опять же, все хорошо в меру, потому что я в своей священнической практике встречаю другое. Я люблю людей иногда обескураживать. Каким образом? Вот так вот, говорю, хорошо, свои грехи ты знаешь, перечисли свои хорошие качества. Ну, ведь у каждого человека есть хорошее качество, правда? Мы же не бесы. Это только у беса нет хороших качеств. А у людей есть вместе с грехами. И вот тут люди встают в ступор. Я сейчас говорю про верующих, воцерковленных, которые знают все эти списки, да, там, погалешки, все эти грехов, это все прекрасно. Что-то видит в себе, о чем-то догадывается, что-то вообще верит, что они в этом есть, хотя, да, не суть. И люди встают в ступор. Они не видят себя целиком, объективно. Они видят себя только, это я сейчас говорю про верующих, да, только как великими грешниками. Больше ничего. Недостойными вообще ничего. То есть у них самооценка ниже плинтуса. Божья, так об этом ведь и у святых пишется, что в нас нет ничего хорошего абсолютно. Мы, человек пал, произошло грехопадение. Все хорошее, что есть от человека, это все от Бога. Наше, что есть, это только наши грехи и наши страсти. Но ведь об этом ведь пишут святые отцы. Я, к сожалению, я сейчас не смогу прям вот дословно привести цитату. Да, я читал это все, конечно, я понимаю, о чем вы говорите. Понимаю, отлично. То есть это же не с воздуха взятое, не просто самобичевание, а вот именно отчасти то смиренно-мудрие, о котором мы говорили. Или это только кажется смиренно-мудрием? Вот о том и речь, что может быть это только кажется смиренно-мудрием. Тем более, если мы обратимся к отцам Востока, то не нужно забывать, что их язык – это язык образов, символов каких-то, гипербол и прочее. Это художественный язык. Это не значит, что они реально себя там опускали ниже плинтуса и так далее и тому подобное. Ну, не может святой себя ненавидеть, унижать себя, унижать в себе образ Божий. Это не может быть. Все хорошее в нас от Бога. Да кто же с этим спорит? Ну ведь оно же уже в нас. Вот о чем речь. Так вот и рассмотри, что Бог в тебе хорошего уже сделал. Какие в тебе есть достоинства? Ради чего тебе нужно жить и воевать, и против чего воевать? Правильно? Ну, Христос же умер не из-за того, что мы пьем алкоголь до безумства, да? Или за убийство, за убийством. Он умер за то светлое и доброе, что есть в человеке. Он верит в нас и поэтому умер за нас, чтобы воскресить, дать силы вот этому светлому прорасти, заполнить собой всю душу. Это же, ну, это и есть аскетика, это и есть цель, это и есть механизм тот самый, да? Ну, что такое грех, грех? Грех – это философское понятие, это не материя. Поэтому, ну, в строгом смысле, в строгом смысле, бороться с грехом невозможно. Невозможно бороться с темнотой. Как ты с ней будешь бороться? Включи свет, и все, и темнота исчезнет. С пустотой, кстати. Бороться тоже невозможно. Налей, и будет полнота. Вот точно так же и грех. Грех – это, ну, я имею в виду, которое философское понятие, да? Вот. Грех – это отсутствие чего-то. Это пустота от чего-то. Ну, например, ненависть – это отсутствие чего? Любви. Любви. Все просто. Так зачем тебе бороться с ненавистью? Стижай любовь. Ищи любовь. Ищи всеми мерами, ищи. Как, 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 как это, как это, где, какие механизмы духовные и прочее, как приобрести любовь? Вот на этом сосредоточься, и любовь тебе будет возрастать, и, естественно, ненависть будет уменьшаться. Ну, это же элементарно, да? Вот такая вот история. Поэтому, поэтому, как там последняя часть, напомните? Да, не зрите мое прегрешение. Да, да, насчет зрите мое прегрешение. Надо быть крайне аккуратным. Потому что иначе можно себя, да, ввести в такое состояние, что забыть, что у тебя, кроме прегрешений, есть еще и что-то доброе, ради чего стоит жить и воевать дальше. Вот. Я имею в виду духовную войну, конечно, да? Да, вот. А по поводу зреть свои прегрешения, знаете, ну, вот есть люди слепые, есть люди зрячие. Как ты слепому объяснишь, что такое желтый свет? Ну, к примеру, или зеленый свет, или еще какой-то, да? Это невозможно, пока человек не увидит. Вот так же и здесь. Или вот слепой котенок. У него глазки закрыты. Но если ты насильно ему откроешь глаза, вот новорожденному котенку, он больше никогда ничего не увидит. Вот. Я о чем? О том, что, ну, насильно производить некие манипуляции со своей душой, заставляя себя увидеть свои прегрешения, это опасно. Крайне опасно. Нужно быть крайне аккуратным. Это какие такие манипуляции, батюшка? Какую такую манипуляцию можно провести над своей душой, что можно повредиться? Ну, вот, убеждая в себя, что во мне нет ничего хорошего. Например, да? То есть не дочитая фразу святых отцов, или там, косо его поняв, да, можно вот убеждать в себя много лет, что да, и потом прийти к тому, что я вообще ничто. Ну, вот, зачем мне тогда жить? И вообще, да, и будет духовный кризис, духовный ступор. А нужно просто дочитать. Правда, что все хорошее во мне от Бога. Ну, оно же уже во мне, да? Вот. Вот это вот нужно понять. Вообще, когда мы собираемся на работу, в школу хоть куда, мы для того, чтобы оглядеть свой внешний образ, подходим к зеркалу. Правда? Ну, здесь то же самое. Ну, нам нужно духовное зеркало, чтобы увидеть свои грехи. Правда? А духовное зеркало для христианина – это, естественно, Евангелие. Все. Ты просто читаешь Евангелие, смотришь, слушаешь Евангелие, пожалуйста, если кому-то там трудно читать, смотришь на образ Христа, сравниваешь себя с Ним, и все становится видно. Ну, если кому-то это не видно, ну, я не знаю, можно почитать святых отцов о грехах, может, там еще что-то. Но опять же, я говорю, делать это крайне аккуратно, чтобы не прийти, да, к духовному надлому какому-то. Что, оказывается, во мне вообще ничего доброго нет. Вот так почитаешь, и каждый шаг – это грех. Ну, это что за состояние духовное? Что за странности? Правда? Вот. Тогда многие, кстати, не ходят в храм, знаете, из-за чего? Ну, что, говорит, я туда пойду, я же грешный. Да, и все, и все, у человека ступор, он грешный, и все. Причем, чем грешный, он сам толком не особо знает, но вот он грешный. Вот так. Поэтому надо быть крайне аккуратным с этим. И заключительная часть прошения молитвы – это прошение о том, чтобы не осуждать брата моего. И вот грех осуждения – очень интересный грех, особенно вот в наше время очень популярный грех. И даже когда люди встречаются, знакомые, друзья, как правило, так или иначе, рано или поздно, беседа сводится к банальному осуждению кого-то, чего-то, какой-то ситуации, какой-то личности. И осуждают повально все друг друга – друзей, родственников, соседей, чиновников, еще кого-то и так далее, и так далее. И если, получается, христианин не в этой общей конве осуждения других, он сразу становится белой вороной. А как это? Почему ты вместе с нами не осуждаешь других? Что, значит, ты это все одобряешь? Значит, ты поддерживаешь, что сосед вот так? Почему ты его не осуждаешь? И человек невольно поддается вот этому всеобщему духу и, получается, совершает грех. А ведь Господь Евангелие говорит нам, не судим, да не судим будешь. Вот, батюшка, как побороть грех осуждения и как при этом вот не выбиться, что ли, не отбиться от близких, от друзей, да, от общих встреч и как-то вот при этом иметь живое общение с людьми, которые рядом с нами? Вопрос замечательный, замечательный. Если можно, батюшка, кратко, я бы очень хотел побольше остановиться на осуждении, но вот, да. Да, не осуждать на самом деле очень просто. Надо перестать мечтать о совершенном мире. Мы живем в мире несовершенном, мы все несовершенны, нужно это принять как данность, смириться с этим, если хотите, да, и осуждение само по себе исчезнет. А вот по поводу не выбиться и не стать белой вороной, мне вспоминают слова Христа, что я в этот мир принес меч, который разделит, да, ну так выбери, дорогой мой. С кем тебе приятно? Тебе приятно с осуждающими? Ну и Бог с тобой. Если тебе неприятно с осуждающими, зачем ты себя окружаешь таким обществом? Может быть, стоит поменять? А это мои друзья, какие же они тебе друзья? Вдруг тот, кто, с кем можно идти вместе к Богу, развиваясь, да, вот, в добродетельце. А если это, то это разведук? Вот. И так же точно с родственниками, и так же точно со всеми, да? Вот. Выпери человека, кто тебе дороже, Бог или псевдодрузья? Вот и все. Кратенько. Будем надеяться, что люди выберут Бога, но и при этом через это выберут и ближних. Скажи мне, кто твой друг, да, я скажу, кто ты. Поэтому если ты выбираешь себе таких друзей, которые не сдержаны из огну... Спасибо, Батюшка. Очень интересно было с вами пообщаться. Спасибо за приглашение. Очень интересно было послушать свежий взгляд, свежий подход к некоторым, в том числе, духовным вещам. Нестандартные, да, несколько? Будем надеяться, что это поможет всем нам и нашим телезрителям действительно провести в вере покаяния, любви, и в том числе не впадать в уныние во время Великого Поста. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Ангелы всем хранителя. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok